Уважаемый зритель! Для начала подпишитесь на данный канал, и поставьте лайк! Спасибо! Был либо Астрыкин на содержанию киллера номер один? Экстрадированный из Австрии Аслан Гагеф рассказал о ежемесячном перечислении более миллиона евро главе Российского Следственного Комитета. В июне 2018 года Австрия экстрадировала в Россию Аслана Гагеева, которого СКР обвиняет в создании преступной группировки, убившей 60 человек. Киллер номер один не отрицает вменяемые ему преступления, однако не намерен скрывать и свои связи, в том числе и финансовые, с высокопоставленными чиновниками, среди которых называется главный следователь страны Александр Бастрыкин. Возможно, именно это станет причиной того, что до суда в России Гагеф не доживет. Фабула дела следствия полагает, что преступная организация, созданная и возглавляемая Гагеевым, начала свою деятельность в 2004 году и насчитывала более 50 участников. В результате преступной деятельности на территории Москвы, Московской области и Республики Северной Осетии Аланья были убиты 60 человек, в том числе сотрудники правоохранительных органов, чиновники республиканского и городского уровней, бизнесмены и другие лица. К настоящему времени 23 члена преступной организации приговорены к длительным срокам лишения свободы, в том числе два, к пожизненному, говорилось в пресс-релизе Следственного комитета России, СКР, по поводу экстрадиции. Среди наиболее резонансных преступлений, в которых обвиняют членов преступной организации, руководимый Гагеевым, убийство меры Владикавказа Виталия Караева в 2008 году, вице-премьера Северной Осетии Казбека Пагеева и его водителя в том же году, бывшего топ-менеджера государственной финансовой лизинговой компании Андрея Бурлакова в 2011 году, следователя СКР Александра Ленова в 2012 году и многих других. СМИ окрестили Гагеева, или Джака, киллером номер один России. При этом существование семьи обеспечивалось, в частности, за счет средств государственной финансовой лизинговой компании, ФЛК. Заграничная исповедь. До экстрадиции Аслан Гагеев рассказывал о себе и своих преступлениях, в которые были втянуты многие сотрудники правоохранительных органов, корреспонденту «Новой газеты». Созданная им 14 лет назад преступная группировка под названием «Семья» имела связи с огромным количеством самых высокопоставленных чиновников и их родственников. Это, в частности, Александр Борисович Татанов, Татанти, член Совета Федерации Российской Федерации от Республики Северной Осетии Аланья, а сегодня, первый заместитель председателя парламента Северной Осетии, Сергей Керменович Такоев, до 2015 года председатель правительства Суаланья, Герман Владимирович Тадлер, главный советник государственно-правового управления президента Российской Федерации, с 2006 года по 2009 год, прокурор Суаланья, с 1 ноября 2011 года, прокурор Ленинградской области, а сегодня, директора Санкт-Петербургского юридического института, филиала, университета прокуратуры Российской Федерации, Аркадий Валерьевич Габалов, бывший заместитель руководителя СУСК при прокуратуре Парсо-Аланья. Кроме них, в знакомых Гагева сестра заместителя министра промышленности России, руководителя одного из самых важных управлений СКР, сотрудник администрации президента России. Тот, кого называют киллером номер один России, нередко помогал государству, когда его об этом просили, воевал на устраиваемых этим государством в войнах, не говоря уже о том, что на протяжении многих лет самые высокопоставленные представители власти сами обращались за помощью к большому брату, так называли Аслана Гагиева в Северной Осетии, примечания. Пасми. В материалах уголовных дел перечисляются фамилии многих, но далеко не всех, связанных с Гагиевым чиновников, говорится в материале «Новой газеты». История Гагиева, мало чем отличается от множества других, где главные герои представляют себя жертвы силовиков, после чего собирают братву и начинают мстить. Главная особенность большого брата в том, что он рассказывает о своих покровителях, которые находятся на вершине российской власти. Многим жертвами семьи были люди, которые сами занимались убийствами и похищениями, но убивали не только таких. Были и случайные жертвы, были и те, кто погибал из-за финансовых разборок. А среди братьев были не только патриоты Осетии, но и многочисленные сотрудники правоохранительных органов, которые руководствовались совсем иными мотивами, пишет «Новая газета». «Оплата за крышу и оплатила ежемесячно 1,2 миллиона евро из своего общества в Следственный комитет, Бастрыкину», – говорил Гагиев на суде в Австрии, когда рассматривался вопрос его экстрадиции. Своим обществом Гагиев называл ФЛК. Компания должна была заниматься развитием гражданского авиастроения в России. Предполагалось, что она будет приобретать самолеты у российских авиазаводов, а затем сдавать их в лизинг-авиакомпаниям. На эти цели государство постоянно выделяло ФЛК миллиарды рублей из бюджета. При этом Гагиев никакой официальной должности в ФЛК не занимал, но все подчинялись ему. Рядовые работники знали Гагиева как Валерия Николаевича. Было ощущение, что он какой-то очень авторитетный человек. Мы для себя решили, что он из ФСБ, смотрел строго на всех, цитирует издание «Главный бухгалтер». Гагиев рассказывал в австрийском суде, что в какой-то момент деньги, которые он якобы передавал в СК, перестали доходить до главного адресата, и это стало основной причиной начала уголовного преследования. «Подтверждением того, что показания Гагиева о платежах высокопоставленным российским силовикам правдивы», говорит, в частности, совместная компания члена семьи Сергея Сафронова и Ирины Жуковой, гражданской жены бывшего руководителя одного организационно-инспекторского управления СКР Анатолия Короткова. Коротков умер в 2015 году в возрасте 69 лет. Кроме того, слова Гагиева подтверждаются документами, которые нашли во время обыска в доме у Ирис-консульта Фелька Сергея Лайченко. В компьютере Лайченко следователи обнаружили доверенность на его имя той же Ирины Жуковой, а главное, документы на ее недвижимость в Москве и Анапе. У Лайченко также нашли доверенности от людей, которые продавали Жуковой недвижимость, пишет новая газета. Гагиев также рассказывал австрийскому суду, что платил и Министерству промышленности. Еще 1,2 миллиона евро я платил министру. Мы относились к Министерству промышленности. Таким образом, я должен был платить ежемесячно 2,4 миллиона евро, передает его слова издания. Не только я, но и мои партнеры, с которыми я вместе работал, должны были платить, но я отвечал за финансы, чтобы доставлять деньги по названным адресам, говорил большой брат. Платил ли Гагиев действительно министру промышленности, сказать трудно. Однако из документов, найденных в компьютере Лайченко, известно, что Нина Коломанова, родная сестра заместителя министра промышленности России Георгия Коломанова, в то время он был директором департамента внешнеэкономических отношений Минпромторга, имела отношение к ФЛК. Она работала в компании с 2005 по 2009 год сначала замначальника правового управления, а затем, советником генерального директора. В своем заключительном слове в австрийском суде в 2015 году Аслан Гагиев просил не выдавать его в Россию. «У меня нет ни одного шанса выжить. Я уже много видел в своей жизни. Я не боюсь смерти. С 2004 года я себя не чувствую живым человеком. У меня осталась только оболочка, больше ничего», — говорил он. Но суд в конце концов решил вопрос не в его пользу. На чемпионате мира по футболу в России отработали новую схему реализации подпольного алкоголя за границей им поможет. От судьбы не убежишь, а от уголовного дела. Как главе РАС Алкоголя удалось нанести ущерб в стране, захватить отрасль, дискредитировать ФСБ и остаться безнаказанным. Подпишитесь на данный канал, и поставьте лайк. Спасибо.